Приключения норвежцев на Рьенмаре. С 14 апреля в Ненинской столице проходит международный скаутский лагерь. В регион прилетели 12 юных потомков викингов. Здесь они познакомились с историей, традициями, культурой нашего округа и вместе с местными коллегами прошли сложные испытания – ориентирование на местности, выполнение заданий по отработке навыков спасения и оказания первой медицинской помощи. Это уже не первый приезд норвежской делегации в регион. Восемь лет ребята поддерживают теплые отношения с Ненинским округом и расстояние им не помеха. Какая она норвежско-ненинская скаутская дружба узнала Любовь Пермякова? Здесь весело. Вначале казалось, что это очень странная страна, Россия, но он здесь не первый раз. Это второй его раз приезда в Наринмар. Он, скорее всего, привык к этому месту. Он знает все здесь. Норвежец Том Эрик вместе с остальными скаутами проходит соревнование по оказанию первой медицинской помощи. В Наринмаре юноша чувствует себя как дома. Первый его приезд в северную столицу состоялся в августе 2015 года. Тогда 50 норвежских и 50 норинмарских скаутов провели 10 дней в палаточном лагере на территории Центра арктического туризма. Во главе делегации была неизменный лидер норвежского городского движения из города Брёнейсуна Мэритц. Сегодня она тоже в строю. У нас очень много хороших друзей из Наринмара, поэтому у нас такой продолжительный контакт между скаутами Ницкого автономного округа и вот этого города. Тёплая дружба между скаутами началась в 2012 году. Тогда первая группа ненецких ребят отправилась к северным соседям, пообещав, что когда-нибудь и норвежцы приедут в Ненецкий округ. Обещание своё сдержали. И они в принципе сказали, что да, для них Россия была непонятна и немножко страшна. Поэтому до последней минуты там менялся состав ребят, которых родители готовы были отпустить в Россию. Но им понравилось у нас. И настолько, что в 2016 году они написали грант и через барин-секретариат, через эти средства получили деньги и пригласили нас в Норвегию. В этот раз к нам приехали 12 норвежских ребят. Для них подготовили насыщенную программу – посещение Ледового дворца, Краеведческого музея, 4-й школы и даже хлебозавода. Но главное, что удалось сделать с северным гостям – наладить контакт с русскими коллегами. Несколько дней уже прожили с ребятами из Норвегии. Вот чему у них научились? Вот какие они? Отличаются они от наших скаутов? Ну да, отличаются. Ну, получше нас знают узлы. Дисциплина другая. Дисциплина другая. Немножко другой образ питания у них. Мало что едят из нашего, но давали им местные продукты попробовать. Наримарского производства очень понравилось, говорят. Стоит отметить, что скаутская семья Нинецкого округа с каждым годом расширяет свои дружеские границы. Совершенно неожиданно вчера на моей страничке ВКонтакте появилось письмо от скаутов Испании, Канарские острова, которые тоже спрашивают, мы видим у вас норвежцы, может, мы тоже приедем в Наримар, а вы приедете к нам. Я сказала, что я подумаю про это в понедельник, когда мы в воскресенье гостей своих отправим. Впрочем, расставание будет недолгим. Уже летом Нинецкой делегации отправятся в международный скаутский лагерь в Норвегию, куда съедутся самые выносливые ребята из Польши, Шри-Ланки, Швеции и Дании. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.